Добрый вечер, в эфире телеканал ТВ Ком, программа «Спросим прямо» в студии Марии Латушева. И сегодня в нашей программе речь пойдет о реализации федерального партийного проекта от партии «Единая Россия. России важен каждый ребенок». Координатором этого проекта в нашей республике является министр социальной защиты населения Татьяна Александровна Быкова. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Добрый день. Ну и расскажите нам сразу, пожалуйста, об этом проекте. Ну, а координатором проекта на уровне Российской Федерации является секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Иванович Неверов. Руководит этим проектом представитель комитета Государственной Думы Ольга Юрьевна Баталина. И, конечно, он включает в себя три основные позиции, которые, в общем-то, мы должны реализовать по ходу, так сказать, его, по ходу его, так сказать, действия этого проекта. Но прежде всего это профилактика социального сиротства, прежде всего это развитие института семейного приемного устройства детей. И третье направление, но не тоже главное, это социализация детей, постинтернатное сопровождение. Очень интересный такой социально значимый, да, проект. Но все-таки как-то поподробнее, как он реализуется именно в нашей республике, как его почувствуют дети-сироты наши? Ну, мы уже не первый год в республике Бурятия реализовываем данный проект. Отчитывались на полицовете партии «Единая Россия». В общем-то, были рекомендации, одобрено наше действие, поскольку выработана дорожная карта. И здесь обозначены все наши такие основные приоритеты в республике Бурятия. Что мы для этого сделали? Ну, во-первых, мы создали службы по профилактике раннего сиротства, профилактике раннего семейного неблагополучия. Почему? Потому что за последние 90-е годы сложился такой вот прецедент, что 90% детей-сирот – это дети-сироты при живых родителях. Конечно, нам надо исправить эту статистику, поскольку и в Конституции записано, что право ребенка жить и воспитываться в семье. Но, конечно, лучше бы в кровной семье. Но поскольку сложилась такая вот именно статистика и ситуация, мы работаем над исправлением этой позиции. И вот этот проект, федеральный проект партии «Единая Россия», «Россия важен каждый ребенок», он как раз вот и определен точечно, технологично искоренить эту ситуацию. Что мы сегодня сделали? Мы сформировали межведомственный банк данных детей-сирот. И, конечно, все субъекты профилактики, которые работают в этом банке данных, они должны и обязаны, как бы так сказать, сопровождать и выявлять раннее семейное неблагополучие. То есть профилактировать это направление работы. Это необходимо сделать. Мы создали мобильную бригаду сегодня при наших учреждениях. Есть такое у нас автономное учреждение «Семья». И бригада выезжает в районы республики. Мы сегодня объехали буквально 15 районов республики. Обследовали порядка 5000 ребятишек. Эта бригада приходит в семьи, разговаривает. Там профессиональные юристы, психологи, социальщики. И я думаю, что эффект от этой работы тоже имеет свою профилактическую цель. Вот еще один проект, который в рамках этой позиции профилактики социального сиротства, он был инициирован главой, администрацией главы. Это с чистого листа. Вот за 2014 год и 2015 год прошло около 71 женщины, которые были в алкогольной зависимости. И сегодня результат очень такой существенный, поскольку семья, которая была на грани срыва, в асоциальном положении, она вышла из состояния, так сказать, кризисного. И когда мы смотрим и приезжаем в семьи к таким мамочкам, они говорят нам большое спасибо. Почему? Потому что они впервые, может быть, за последние 5 лет увидели своего ребенка, как он растет и развивается. Она говорит, у меня впервые открылись глаза, вот мы были в Джадинском районе, что у меня ребенок-то уже взросленький, что я должна ему как маму помогать. Благо, я был рядом отец, который не бросил, в общем-то, и помогал воспитывать. Но то, что семья стала благополучной, они родили второго ребенка, у них в доме все хорошо, у них комфортно, тепло, сытно, у них есть огород. Поэтому мы рады за те семьи, которые, в общем-то, встали на правильный жизненный путь. И еще немаловажно сказать, что у нас есть такая технология в Министерстве социальной защиты, как социальный контракт, который тоже помогает выйти людям из трудной жизненной ситуации. И, конечно, каким образом? У нас, я думаю, что социальным контрактом будущее. Почему? Вот такое условие мы подписываем с людьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Естественно, там находятся дети, семья в трудной жизненной ситуации, и ребенок тоже оказывается заложником трудной жизненной ситуации. Мы подписываем с ними контракт на условиях, что они выйдут из этой кризисной ситуации и сами, независимо от государства, будут дальше развиваться. Вот таких социальных контрактов у нас 653 на сегодня. Из них 50% люди, которые уже вышли из трудной жизненной ситуации. Второе направление, которое мы считаем для себя необходимым в решении этого вопроса, это развитие института приемной семьи или замещающей семьи. Но для этого мы что сделали? Для этого, вот даже примеры я могу цифры привести, что за 9 месяцев 2015 года в замещающей семье передано 726 ребятишек. То есть они получили при всех условиях жизненных, так сказать, и социальности, они сегодня ушли у нас с семьи и получают тепло, заботу и ласку от приемных родителей. А цифра растет или она улучшается? Вот меня радует этот факт, потому что Ольга Юрьевна, когда недавно был форум приемных семей, она привела такую статистику, что на федеральном уровне было порядка 112 тысяч детей-сирот, на сегодня эта цифра уменьшилась почти на 40 тысяч. И такая же динамика регрессия, что нас сегодня радует, идет и также по республике Бурятия. Татьяна Александровна, ну, понятно, что дети в ваших центрах помощи не остаются без внимания, и когда выходят из стен казенных учреждений, да? Как вы им помогаете дальше? И на эту тему я предлагаю посмотреть сюжет, который снимала наша телекомпания. За год из центров помощи детям уже выпустилось более сотни ребят, и все они стали студентами различных СУЗов республики. Казалось бы, уже достаточно взрослые люди и могут сами о себе позаботиться. Однако дети-сироты – это особая категория, и чтобы помочь им адаптироваться к новым условиям жизни и получить достойную профессию, была создана специальная служба постинтернатного сопровождения. Для каждого ребенка-сироты составляется индивидуальная программа сопровождения, и эта программа рассчитана до 23 лет. То есть до 23 лет ребенок под нашим сопровождением, под нашим контролем будет находиться. Как они обустроились, нравится или не нравится, успеваемость их оцениваем, естественно. И боремся с непосещаемостью, конечно, тех детей, которые не желают учаться. Строго следят и за учебными заведениями республики. Сегодня проверили колледж традиционных искусств народов Забайкалья в селе Иволгинск. От учебной нагрузки на ребенка до условий питания и проживания в общежитии. В итоге комиссия осталась довольна. Да и сами ребята говорят только о плюсах. Ведь они не только получают знания, но и обучаются всему, что может пригодиться в жизни. Шитье, кулинарии, лепке из глины, резьбе по дереву и столярному мастерству. Я делаю эскиз, получается, табуретки, стулы, чтобы в дальнейшем это вырезать. Ну, не вырезать, а как бы сделать его. Сможешь? Постараюсь. По-моему, здесь содержание хорошее. Минусов здесь, по-моему, нет. Мне здесь очень нравится. Здесь хорошие воспитатели помогают во всем. Представители комиссии уверяют, что при любых вопросах по условиям содержания ребенок-сирота может обратиться к своему личному куратору. Тот, в свою очередь, оповестит службу постинтернатного сопровождения. И проблему решат. По словам специалистов, пока жала под студентов не поступала. Ну, конечно, для того, чтобы, в общем-то, работать с ребенком, это нужно социальное сопровождение. Недавно, как бы, состоялся совет при главе республики, и там был заслушан вопрос именно организации социального сопровождения детей-сирот, которые выходят из казенного учреждения, которые дальше поступают и так дальше. Это именно называется постинтернатное сопровождение. Но, чтобы ребенок в жизни не вырос потребителем, необходимо, прежде всего, создать условия, комфортные условия проживания ребенка и даже в детских наших учреждениях. И для этого мы создали отдел постинтернатного сопровождения. Вот в этом как раз, в реализации работы этого отдела, и записаны все, так сказать, основные задачи. Что, кто, на каком этапе, каким образом должен отследить сопровождение ребенка. Сегодня у нас 254 ребенка находятся в базе данных, которые уже выпустились из стен детских казенных учреждений, и перешли, так сказать, в училище, техникумы. Есть у нас даже, которые поступили в высшие учебные заведения. Поэтому, чтобы он на долгом жизненном пути не потерялся у нас, мы должны до 23 лет его сопровождать. Понятно. Так, ну, спасибо за подробную информацию. Да, в республике, как мы видим, делается много для решения задачи проекта и вообще проблем в отношении детей и сирот. Проект является общероссийским, как вы уже сказали. Что предпринято сегодня на федеральном уровне в рамках реализации этого проекта? Может быть, какие-то законы направленные? Я бы сказать, я встречалась с Ольгой Юрьевной Баталиной, мы с ней разговаривали на эту тему «Россия важен каждый ребенок». И поскольку здесь именно идет курация партии «Единая Россия», есть инновационные подходы именно от партии. Она, как руководитель проекта, внесла очень много законодательных инициатив в Государственную Думу. На сегодня как раз рассматривается вопрос о профессиональной замещающей семье. То есть не просто взять ребенка и его вырастить, а еще как профессиональный уровень. То есть иметь вознаграждение за этот труд. Как труд? Это тоже работа, это тоже ответственность. Поэтому этот законопроект сегодня обсуждается. Но что сделано по факту? Сегодня очень много преференций сделано в сторону приемной семьи, поскольку статус многодетной семьи и статус приемной семьи сегодня равнозначен. Это было поручение президента нашей России, Владимира Владимировича Путина. И многие, так сказать, меры социальной поддержки, которые были приравнены многодетным семьям, они сегодня распространяются и на статус приемной семьи. Это вот одна из первых позиций. Затем в банке данных, в государственном банке данных, у нас есть дети, которые, ну, к сожалению, очень сложно рассматриваются для приема в приемную семью. Почему? Ну, это уже дети, которые старше 7 лет, дети-инвалиды, дети, которые имеют братьев и сестер, а некоторых у нас по 4-5 человек даже есть в наших центрах. Вот. Поэтому для этого государство исполнило такое, как бы, пособие социальное, как выплата, единовременная выплата 100 тысяч рублей такому приемному родителю. И у нас такие приемные родители есть. Уже есть. Ну, это как бы простимулировало, понимаете, потому что это большая ответственность взять на воспитание ребенка-инвалида. Это большая ответственность. Тем не менее, в общем-то, мы в этом направлении тоже работаем. У нас есть в Баргузинском районе очень много приемных семей, мы вот недавно вернулись оттуда, которые взяли вот братьев, сестер 2-3. Вот, например, 2 брата, 1 сестра. Есть мамочка, которая взяла вообще 9 приемных детей на воспитание. И там вообще, мы зашли в дом, идеальная чистота, порядок везде по хозяйству. Девчонки умеют делать все, помимо того, чтобы мы еще научили в своем учреждении детском, они умеют делать все. Поэтому мы только за эту семью порадовались, пожелали им, конечно, доброго здравствия. Ну и завершающий вопрос, да, в конце нашей темы. Сегодня уже можно говорить о каких-то итогах реализации? Вот, может быть, вы их озвучите? Что конкретно наша республика сегодня имеет благодаря такому важному проекту? Ну, во-первых, то, что идет именно регрессия. И в Государственном банке данных снизилось количество детей, которые находятся буквально, почти мы подходим к планке 40%. Ну, поскольку мы находимся в преддверии Нового года, а Новый год – это определенная сказка не только для детей, но и для взрослых, дети с особым трепетом и с особыми чувствами ждут Новый год. Поэтому мы инициировали по линии нашего, в общем-то, партийного проекта акцию «Стань Дедом Морозом». И очень приятно, что откликнулись многие средства массовой информации, в том числе и телеканал «Тевиком». Я думаю, что вот те подарки и те добрые слова, которые будут написаны для ребятишек детских наших учреждений, они послужат для них, наверное, доброй сказкой, волшебной сказкой в преддверии Нового года. И от этого мы только получим больше улыбок, больше, так сказать, красивого детского смеха. И дай Бог им здоровья, нашим деткам. И спасибо всем меценатам, всем, кто принял участие в этой акции. Я желаю вам и дальше такой полдотворной работы, чтобы цифры вашей помощи детям, сиротам только росли. И напоминаю, что сегодня о важном партийном проекте «Партия «Единая Россия»» мы беседовали с министром социальной защиты населения нашей республики Татьяной Александровной Быковой. До свидания, спасибо вам, всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова